Итак, вы должны не только зарегистрироваться на дропбоксе, создать свой аккаунт, но для андроида создать, если вы хотите таким способом распространять свои файлы, для дальнейшей обработки, значит вы должны в том числе установить на андроид программу дропбокс. Она здесь установлена, поэтому, естественно, зайти на свой аккаунт. Значит, так как у меня это уже все есть, я просто выбираю папку, у меня, допустим, есть папка скетчбук, допустим, 04, здесь уже сохраненные рисунки и после этого нажимаю зеленую кнопочку add. Все, он сохранен на дропбоксе, мы можем убедиться, когда мы выйдем из этой программы, откроем дропбокс и вот наш скетчбук, скетчбук, здесь уже готовые файлы и здесь вот наш, уже сохраненная наша бабочка. То есть теперь каждый, кто имеет пароль и логин для тропбокса может зайти и скачать это. Но так как вы будете дальше обрабатывать, значит вы будете скачивать его уже на компьютере, где есть фотошоп и инкскейп. Это будет наша дальнейшая обработка. Но есть альтернативный путь, мы можем сохранить на, ну если у нас нету возможности, можно попроще все сделать, есть альтернативный способ, то есть сохранить на, то есть если мы берем нашу бабочку вот и тоже передаем куда-то, мы сохраняем его и на устройство, то есть на наш планшет и он просто нам показывает, куда он сохранит. А дальше мы можем, если вы хорошо знаете Android, просто допустим флешки забрать и так далее. Значит главное, что мы сохраняем, это в принципе функция Save As. И нам самое главное, самое главное, это сделать в формате PSD. Конец четвертой части.